Если его проработать с детьми, они поймут эту мудрость. Они поймут, что иногда книгачей, книгоглотатель такой, да, он не лучший читатель, не самый качественный читатель. И чтобы вдохновить вас вот именно к такому погружению, да, в тексты, именно к качественному, требующему времени, я хотела бы начать с аналогии. Вот принцип аналогии, на мой взгляд, очень вдохновляющий принцип. И давайте вот, что с чем сравним. Вот представьте себе, смотрите на картинку сейчас, и представьте себе, что вас пригласили на цикл занятий автокружка, посвященных, конечно же, машинам. Вы ребенок, да, автокружок, вас интересуют машины. Вам рассказали об истории появления машин, об их изобретателях, о биографиях этих изобретателей. В каком году, в какой стране, там, предположим, в каких условиях была создана каждая модель машины. О моделях тоже идет речь. Вы даже выучили, предположим, перечень деталей этих машин и азы теории, какая деталь за что отвечает машине. И вы даже правила управления машиной и дорожного движения тоже с ними ознакомились. Потом вы стали участниками экскурсии. И вас в очень быстром темпе провели по автомастерской. Вы увидели инструменты, вам разрешили, предположим, посидеть в каждой машине, покатали по трассе вас и потом провели рефлексию. Что вам понравилось, что не понравилось, почему такая вот модель, предположим, более комфортная, это более красивая, что вас поразило в устройстве машин. Ну и на этом все. После этого экзамена нет, у вас зачет. И вас выпускают в жизнь. Больше в вашей жизни занятий, посвященных машинам, их не будет. Вот. Ну, может быть, я долго тут фантазировала, но обозначьте, пожалуйста, вашу компетентность в мире машин. Кто вы в мире машин? Вот. Только честно. Кем вы являетесь в мире машин, о котором вы вот сейчас вот на этих занятиях автокружка узнавали? Дилетантам. Ну, сухие какие-то факты останутся, да? Сможете вы, основываясь на этих знаниях, быть пассажиром, например, в машине? Сели в машину и катитесь. Вы же понимаете, что вы в машине? Пассажиром, да. Еще вы сможете, наверное, быть покупателем, я думаю. Ну, если вот ваш сын захочет купить машину, вы все-таки немножечко помните, какие модели существуют, там устройства немножко поразбирались с ним. Вы что-то ему подскажете в машинах, хотя он может вас и не послушать. Ну, вот, вот все, что я сейчас сказала про машины, да, это прямая аналогия к тому, как у нас изучается литература художественная в школе. Очень часто. Не всегда, да, но часто. Вот так же, как эти условные знатоки машин, получившие зачет, изучают литературу в школе наши дети. Что мы даем им? Что они узнают? Да, они узнают об истории возникновения книг и литературы. Они изучают биографии писателей, историю создания произведений. И если это хорошие ученики, то они выучили классификацию родов, жанров, направлений. Они покопались в структуре художественного текста. Термины выучили. Знают там, что такое сюжет, элементы сюжета, композиция. Алгоритм анализа им тоже давали. И они по этому алгоритму, может даже немножко поанализировать. И самое главное, что их, вот как экскурсантов в предыдущем сюжете, их в каждой машине они немножко посидели. То есть в каждом произведении они немножечко туда погрузились, заглянули. Они принёхались, поосмотрелись, поучаствовали в беседе. Что-то им понравилось, что-то какие-то герои друг от друга отличаются, они это поняли. Что-то они запомнили, касающиеся там каких-то, какого-то содержания. И даже больше того, у них выработались личные пристрастия, понимаете? То есть как пассажирам одни машины больше по душе, так и здесь то же самое. Какой-то вкус вырабатывается всё-таки. Какие романы по душе. Одним там антиутопии нравятся, другим стихотворения. И самое главное, что на этом тоже всё. Экзамена ведь нет у большинства. Они получают зачёт по итоговому сочинению и выпускаются в жизнь. И вот какова компетентность этих детей? А собственно говоря, и многих абитуриентов, которые поступают даже на филологический факультет. У них компетентность того же пассажира и покупателя. То есть не водителя, не автомеханика. Потому что, чтобы подняться на этот уровень компетенции, нужна практика. А практика какая? С хорошим знатоком машин. Понимаете? Не с хорошим знатоком биографии писателя. Или не с хорошим теоретиком литературы. А с хорошим знатоком того, как устроена эта машина конкретно. И мы все прекрасно понимаем ведь, что водители хорошие, они знают свою машину от и до. Они по звуку определяют, где у неё что там заболело. Чувствуют её движение. Они понимают, что машина иногда устает. Вот что она иногда входит в азарт, например. Наоборот, да? Как-то летит, как ласточка. Автомеханик знает точно, почему и зачем каждая деталь именно на своём месте находится. Как из этих всех деталек складывается целая машина. Как она живёт и как движется. И вот чтобы этого уровня компетентности достичь, нужно, чтобы ты стал учеником рядом с этими мастерами. В тот момент, когда они занимаются своим делом, понимаете, дело этого там водителя или автомеханика, это не рассказывать байке о том, кто изобрёл машину. Они занимаются своим делом. Водитель едет и надо с ним ехать по дороге. Пытаться самому иногда браться за руль, слушать его подсказки на каждом повороте, на каждой кочке и пытаться соображать, когда трудности возникают, соображать самому. Но при этом это не страшно, потому что водитель-то рядом. И так же с механиком. Если механик разбирает машину, и ты помогаешь и своими ручками изучаешь машину, и ты разобрал-собрал, и опять-таки, если ошибся, тебя поправят. И потом, тогда ты и без помощников будешь не просто пассажиром уже, а ты без помощников захочешь сам водить, и захочешь сам разбираться в этих механизмах. И всё это ровно так же относится и к литературе, раз уж у нас аналогия. Вот когда повозишься в тексте, когда тебя туда заведут, как в дремучий лес и поводят, когда научат разбираться, как он устроен, на практике, да, не в теории, не просто дадут алгоритм. Вот тебе алгоритм, давай по нему работай. А как? А как это уже твоё дело? Вот тогда глубина понимания и капитальность другая. И когда надо учить? Вот ещё один вопрос. Когда? Когда надо вот так погружать в текст? Моё глубокое убеждение, что погружать в текст вот таким образом нужно тогда, когда ребёнок, просто маленький ребёнок, уже заинтересовался тем, что пока не он читает, а ему читают, тем текстом, который он читает. Уже с ним можно что-то в этом тексте выделять, обсуждать, задавать ему вопросы, беседовать с ним. О каких-то конкретных моментах, которые очень важны в этом конкретном тексте. Я хочу ещё немножечко рассказать о себе. Вот мой опыт какой? Честно говоря, почти, почти что десяток лет, вот первых, когда я работала в школе учителем литературы, я преподавала именно в таком включе, как вот в автошколе рассказывали о машинах. И я всё время, как и многие другие коллеги мои, жаловалась, что очень обширные программы и вообще времени нет на эту практику. Это всё, мы тогда ничего не успеем. Уроки не безразмерны. Но потом я стала задавать себе вопросы. Почему я не успеваю на литературе всё-таки делать самое главное? Почему я не делаю то, что важнее всего? Почему я не учу читать, не учу понимать тексты? Я беседую об этих текстах, но это не очень много прибавляет к умению самостоятельно потом что-то в этих текстах находить. И почему я вот это вот очень важное предпочитаю не делать, а наоборот не важное? На это я не жалею. Время мне это хорошо и подробно даю. И я даже себе нравлюсь в этой роли такого, знаете, знатока всего литературы. Но ведь биографию писателя можно и в учебнике прочитать. И определение по теории литературы. А если говорить о сегодняшней ситуации, то столько материалов по этому поводу, и столько видео, что можно и не тратить на это время, на уроки. Да и они не нужны сами по себе. Вот всё, что касается контекста и теории, очень важно не само по себе, а применительно конкретным текстом. Причём как раз лучшее понимание вот этих вот теоретических моментов, оно вырабатывается в ходе анализа. А так в словаре это всё какие-то теоретические сухие вещи. И в принципе об этом можно говорить во время практической работы. Тогда всё запоминается лучше. Потом у меня произошёл такой сдвиг по фазе. Вот в начале 90-х в школе начался поворот к развивающему обучению. Я очень хорошо помню этот момент. Я тогда увлеклась методикой Евгения Николаевича Ирина. Он приезжал к нам в Пермь. Были занятия. И вот настолько личность его была вдохновляющей. Я под другого слова не могу подобрать. Настолько он был сам увлечён этой работой с текстом. Что какой-то вот такой вот кризис у меня в душе начал происходить. То есть я поняла, что я вообще занимаюсь не тем, чем надо. Уже вот несколько лет этим занимаюсь. И потом появились хорошие наставники из педагогического университета. Они в нашу школу стали приходить. И они стали наши уроки разбирать в плане развивающего обучения. И я тоже ещё раз через эту критику поняла, что я не важнецкий учитель. Хотя мне казалось, что я уже там, ну что там, 6-7 лет опыта. Уже там, ну что, молодость кажется, что ты уже вообще ас. И я отказалась от всяческих отговорок. И просто призналась себе в том, что я не очень компетентный учитель пока литературы. Поняла, что в чём главная причина. Почему я этим не занималась раньше. Главным препятствием всё-таки для меня было до этого перелома нежелание возиться с текстом. Вот просто не было увлечённости. Иногда практической компетентности. Потому что в ВУЗе моё поколение... Вот я закончила ВУЗ в 87-м году. Да, вот в 80-е годы. Нас плоховато учили детальной работе с текстом. Я не знаю, как сейчас. Может быть, что-то сдвинулось с этим. Но мы очень много занимались теорией. И теоретики мы все выпустились очень неплохие. Но что касается вот такой вот практической составляющей обучения, она очень хромала. И вот я поняла, что я некомпетентна, во-первых. Во-вторых, мне тяжело самой... Надо время потратить дома на подготовку. Покопаться в этом тексте. Вообще много чего в нём найти сначала, прежде чем идти на урок. То есть мне не хотелось это делать. И я себя заставила переломиться. Очень хорошо помню, что такой вот был первый урок. Это было, кстати, не начало года. И первый урок, который я решила провести именно в таком ключе. Мы копались в маленьком эпизоде Тараса Булева почти весь урок. И это удивило ребят с одной стороны. А с другой стороны я поняла, что им не было скучно. Но кому-то, конечно, было скучновато. Просто непривычно. Но в принципе им понравилось. После этого я начала вводить в свою практику такие уроки медленного чтения. Они, конечно, потом эти уроки обросли какими-то новыми приёмами вообще. Обросли вот этим прибамбасом, который я называю именно творческое письмо. Но в ходе таких уроков или после таких уроков, ну, они развивались. Но вот я от них уже не отказывалась. Это был 94-й год. Вот я хорошо помню даже свой класс тогда. Продолжение следует...